Добрый день, коллеги! Мы находимся на выставке «Персонал Москва-2012» и беседуем с начальником учебного центра Банка Возрождения Андреем Сулом. Андрей, здравствуйте! Андрей, ваше выступление было сегодня зажигающим, просто замечательным, да, и я думаю, что участники очень много вынесли из этого выступления, из вашего выступления. Хочется задать вам вопрос, а что вы вынесли для себя из этого выступления? Если честно, то я не предполагал такого количества участников на этой конференции, на этом мероприятии. Я был удивлен, что не просто было большое количество участников, а то, что участники были очень заинтересованы в направлении дистанционного электронного обучения. Как это можно было увидеть? Во-первых, живые, молодые, заинтересованные лица. Второе – это огромное количество вопросов, которые были адресованы как мне, так и к моим коллегам. И не просто были вопросы общего плана, а конкретные, профессиональные вопросы. И понятно, что на основе этих вопросов становится, что люди не просто интересуются этой темой, они живут в этой теме, они развиваются. Но еще больше понятно, что очень много предстоит сделать в области электронного дистанционного обучения. Так что я вынес действительно важный момент. Дистанционное обучение развивается, развивается действительно огромными шагами, но еще многое, что придется сделать. Спасибо, Андрей. Андрей, вы хотите такую метафору сделать. Вы сегодня очень интерактивно поработали с аудиторией. Хочется спросить, у вас дистанционное обучение в банке такое же интерактивное? Конечно. А как по-другому жить в банке? Банк – это формальная структура, формализованная достаточно. Очень много бюрократии. В бюрократии, в хорошем смысле этого слова бюрократии, много процедур. И иногда, чтобы эти процедуры сделать чуть-чуть проще, мягче, приходится выступать интересно, зажигательно. А у нас есть очень много достойных выступающих, особенно в лице первого бюрократа. Андрей, вам это сегодня удалось. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, не последний раз берем интервью. Хорошо? Всего доброго. До свидания.